вот уже один из вариантов диагностики когда человек поднимает колено перпендикулярно себе да вот смотри еще раз другой опусти вот когда вот этом поднимают он немножко заваливается в ту сторону да еще раз подними левая плена вот лишь он висел перенос туда выравниваться организм теперь опусти и подними другую ногу правую тут ровнее он стоит чуть-чуть немножко это заметно ну хорошо это видно все пускай в майке когда там перекошены будут эти доставки на майку по майке до судна когда она еще это просто такие небольшие методы диагностики да значит есть все таки нарушения в крестце так ложись продолжим диагностику лежа да вот соответственно опять же проверяем вот эти вот косточки да здесь и от соответствия их подвздошному гребну вот как-то немножко вот сюда завалено до получилась на правую сторону да но может он лег неправильно да может можно это живот большую даму это не его случая тогда проверяем ноги да еще если потянет на подушечку ноги ровные внизу все идеально а здесь все равно остался немножко завал сюда возможно у него от природы одна нога короче вот это мне кажется короче и тогда организм начинает подстраиваться и выпрямлять его как пенсонатор на как бы истребляя в итоге позвоночник да то есть откуда идет сколиоз я это предположил почему потому что это бедро упорнята вверх выше то есть да если многие от природы короче то нам смысла как бы управлять их нету не нужно потому что он сам себя уже исправил как это еще можно проверить но во-первых давай посмотрим еще вот тут вот этот треугольник должен быть у нас четко по середине рисовать где она начинается крестец из ямочки и сам позвоночник начинается принципе почти симметрично дает немножко больше расстояния до чуть-чуть это опять говорит о том что вот это честно приподнята то есть кости таза сами по себе они тоже подвижно двигаются и относительно колеса не могут сместиться в итоге почему я говорю про много просто поясню вот например тазовые кости до которым крепится у нас вот эти шаровидные вертел бедренной кости называется вот если все ровно да тут крестец так да если все ровно то многие одинаковые да если одна чуть смещается помогал вверх поднимать лишь она укорачивается но поскольку у него как раз эту часть показывает чуть чуть повернут но поскольку у него там все одинаково значит я могу предположить это виновата вот эта нога то есть она короче сама по себе это незначительно на 5 миллиметров у нас практически у всех мы не бываем идеально симметрично да это принципе нормально чтобы проверить функционально ли это у нас изменения пошли в ногах да или природы надо посадить человека сидя давай знаешь как перевернись на спину проверяем вот эти косточки 2 до и пятки часто пятки могут бы тоже да поэтому для нас ориентир марки это все косточки они один одинаково тут тоже одинаково колени к колено косточки да теперь стал посадить так чтобы она досталась отлично и в итоге опять проверяем эти косточки пошел сдох вот смотри видишь да на такой сделку видишь сдвинутся как раз утолок утолок вот той по суше коси котором мы подозревали да вот теперь может обратно и и . опять ровненький стоят значит это функционально у него здесь изменения то есть это не от природы нет нет это точно я тоже что-то не от природы потому что это от того что как бы ну во первых с детства мы начинаем падать до на на попу идет она сама только по себе по себе по чуть-чуть по чуть-чуть тасс и все равно уходит а вы просто на этом не обращаем внимание но у него больше у него больше это скорее всего мышечно скорее всего мужчина да да но смотри можем раздействовать на тасс таким образом так но мы помнишь что делать сейчас я просто другой ролик будем записывать уже непосредственно сработает диагностика закончена